Евангелие от Луки, глава 18 И сказал Господь, — Слышите, что говорит судья неправедный? — Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? — Говорю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? — Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один — фарисей, а другой — мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. — Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь. — Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой больше, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал, Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И спросил его некто из начальствующих, — Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус сказал ему, — Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою. Он же сказал, — Все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, — Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. И Иисус, видя, что он опечалился, сказал, — Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие это, сказали, — Кто же может спастись? Но он сказал, — Невозможное человеком возможно Богу. Петр же сказал, — Вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, — Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божие, и не получил бы гораздо больше в это время и в век будущей жизни вечной. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, — Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о сыне человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, — Что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, — Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, — Сын Давидов, помилуй меня! И Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, — Чего ты хочешь от меня? Он сказал, — Господи, чтобы мне прозреть! Иисус сказал ему, — Прозри! Вера твоя спасла тебя! И он тот час прозрел, и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...